Сотрудники заповедника забеспокоились еще больше, когда столкнулись с разъяренной гориллой, категорически не подпускавшей никого к себе. Однако их опасения сменились явным удивлением и недоверием, когда они осмотрели руку гориллы. В нежном возрасте двух лет Боба прибыл в заповедник приматов Мафу, уже пережив бурное путешествие за свою короткую жизнь. Родом из дикой природы, он наслаждался типичным для горилл воспитанием. Пока не случилась трагедия, браконьеры вторглись в его среду обитания, безжалостно похитив его мать, оставшийся сиротой и слишком маленький, чтобы постоять за себя. Боба был обнаружен сострадательными сотрудниками заповедника, которые приняли его в сообщество других молодых горилл, столкнувшихся с подобными трудностями. Со временем Боба превратился в грозную фигуру и в конце концов поднялся до положения Альфы в своей группе. Его размеры выросли до такой степени, что он превосходил своих товарищей по силе и росту, эффективно отпугивая любых потенциальных браконьеров. Сотрудники Южноафриканского заповедника, преисполненные искренней привязанности к Боба и каждому существу, находящемуся под их опекой, глубоко берегли его. За все время своего существования заповедник предоставил убежище и спасение более чем 300 человекообразным обезьянам, независимо от того, спасали ли они жертв браконьерства или ухаживали за ранеными животными, возвращая им здоровье. Среди преданных своему делу воспитателей выделялся один человек – Алиса. Именно Алисе выпала честь растить Боба, способствуя его превращению в жизнерадостную и мудрую гориллу. Она обладала глубокими знаниями о Боба, проведя бесчисленное количество часов, наблюдая за его уникальными манерами и причудами. Алиса обладала сверхъестественной способностью распознавать эмоции Боба, без особых усилий различая его счастье и удовлетворенность от его гнева и нетерпения. Следовательно, она стала единственным человеком, способным связаться с ним. Связь между Боба и Алисой была ничем иным, как экстраординарной, сродни глубокой связи между матерью и ее сыном. Даже по мере того, как Боба увеличивался в размерах, превращая миниатюрного работника святилища в карлика, их любовь и уважение друг к другу оставались непоколебимыми. При весе в ошеломляющее 300 фунтов и внушительном телосложении можно было бы предположить, что Боба был бы вечно злым и агрессивным существом. Хотя он действительно обладал способностью отстаивать свое господство среди других горилл, когда это было необходимо, в нем была удивительно мягкая сторона. Часто он проявлял эту нежную сторону своей натуры по отношению к собратьям-обезьянам и даже к некоторым сотрудникам заповедника. Вид такого колоссального животного, проявляющего такую нежность и привязанность, всегда вызывал чувство удивления. Однако, если бы какой-нибудь самец гориллы осмелился бросить вызов положению Боба как альфы группы, он быстро превратился бы обратно в своего грозного, сильного «я». Например, два молодых самца по имени Киба и Макейна однажды попытались бросить вызов Боба и его силе, и неизбежно завязалась драка, в то время как Алисе и хранителям в конце концов удалось разнять трех животных. Встреча закончилась не очень хорошо для двух молодых претендентов, и Боба прочно удержал свое положение лидера группы. Однако однажды Алиса начала замечать в Боба что-то странное. Обычно он прогуливался по своему вольеру, разглядывая предметы и играя с различными, там были предметы для стимуляции. Но недавно он начал прятаться в высокой траве и гораздо больше держать при себе. Все, от персонала до других обезьян, привыкли к тому, что Боба приходил и проявлял интерес ко всему, что они делали. Но теперь он, казалось, все меньше присутствовал в группе, как физически, так и умственно. Как будто его отвлекали, и он хотел быть в другом месте. Это действительно было такое поведение, которое заставило Алису забить тревогу. Итак, полной решимости докопаться до сути происходящего, Алиса начала очень внимательно следить за Боба. Вскоре она заметила, что он не собирался прятаться в высокой траве. Он шел туда, чтобы спрятать что-то еще. Он использовал это как укрытие. Так вот, гориллы не только невероятно сильны и властолюбивы, но и являются умными и эмоциональными животными. Они способны хранить свои собственные секреты. И если Боба не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, чем он занимается, то это никак не могло измениться. Это не похоже на то, что кто-то мог просто войти и пойти посмотреть сам. Это было бы почти самоубийством. Итак, Алиса придумала план. Она подождала, пока не пришло время кормить Боба, а затем подала ему еду в клетку. Гигантская горилла радостно вошла и села, чтобы съесть свою порцию. И в этот момент Алиса закрыла за ним клетку, запеяв его там и обеспечив себе безопасный вход в его вольер. Боба бросил на нее лишь мимолетный взгляд, хотя, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что только что произошло, и больше интересовался своей едой. Алиса подошла к высокой траве и стала ждать, не сводя глаз с чего-нибудь подозрительного. Когда она в конце концов добралась до участка, на которой продолжал ходить Боба и который вел себя подозрительно, она была потрясена, обнаружив, что там не было абсолютно ничего необычного, кроме примятой травы, на которой он сидел. Там не было ничего интересного. Заполучил что-то, чего ему не следовало, что-то, что могло быть опасно как для него, так и для нее. Чего она не понимала, так это того, что Боба использовал траву не для того, чтобы что-то спрятать. Скорее всего, он всегда держал это в секрете. Только когда Алиса заметила, что он держит что-то в руках и очень внимательно изучает это, она поняла, что горилла одурачила ее, и теперь она была более чем когда-либо полна решимости выяснить, что именно он держит. Проблема заключалась в том, что всякий раз, когда она или кто-либо другой пытался подобраться достаточно близко, чтобы увидеть, что Боба держался, он начинал злиться и раздражаться, убегал и прятался в более тихом месте. Он постоянно создавал дистанцию между собой и всеми остальными. Кто мог захотеть этого, подойдите поближе и откройте тайну, которую он прятал в своих массивных руках. Конечно, никто не хотел злить Боба. Они все видели, каким злобным и жестоким он может стать, и никто не хотел страдать от его гнева. Даже некоторые другие гориллы заметили, что Боба что-то скрывает, и они тоже начали проявлять живой интерес к тому, что он держал в руках. Конечно, Боба издавал крик и прогонял их всякий раз, когда они хотели подойти поближе. Казалось, что никто не сможет раскрыть секрет. Конечно, всегда был один человек, который мог достучаться до Боба чуть больше, чем кто-либо другой. После многочисленных безуспешных попыток Алисе, наконец, удалось подойти к Боба достаточно близко, чтобы увидеть, что он держит в руках. К ее крайнему изумлению, у нее от изумления отвисла челюсть. Это не был предмет или собственность, который он эгоистично охранял. Это было не то восхитительное угощение, которым он отказался поделиться. Это было что-то совершенно неожиданное и экстраординарное. На руках у Боба покоилось крошечное существо, первоначально похожий на грызуна. Бинокль Алисы раскрыл правду. Это галага, необычный примат, редко встречающийся в заповеднике. Должно быть, он пробрался в вольер Боба из окружающего леса. Примечательно, что Боба обнаружил его и принял как своего собственного, заботясь о нем, как о любимом домашнем животном. Он нежно подталкивал и ласкал галага, даже вступая в игривое взаимодействие. Несмотря на разительный контраст в размерах, крошечный галага, казалось, чувствовал себя совершенно непринужденно в присутствии огромной гориллы, которая заботилась о нем. Иногда галага забирался в высокую траву или резвился вокруг, но только для того, чтобы вернуться к Боба, как будто наслаждался каждым мгновением, проведенным рядом с ним. Известно, что галага были ночными охотниками, что навело Алису на мысль, что маленькое существо могло бродить по ночам. Однако она была ошеломлена, когда обнаружила, что Боба делится своей едой с галага и даже лично кормит крошечного примата. Это откровение повергло Алису, как и остальных сотрудников, в трепет и заинтриговало. Другие гориллы в заповеднике разделяли такое же удивление, но Боба ясно дал понять, что они должны держаться на безопасном расстоянии. Несмотря на то, что Боба был массивной и крепкой гориллой, оказалось, что вся любовь и забота, которые Алиса вложила в воспитание Боба, теперь были направлены на его необычного компаньона размером с пинту – галага. Что вы думаете об этой трогательной истории? Мы хотели бы услышать ваше мнение в разделе комментариев. Благодарю вас!